Всем привет-привет! Вы на канале Моё Хобби. Начинаю блог домашний. Смотрите, вот такую красоту моему вчера принёс вечером. Смешно, конечно, сейчас ставить ёлку, знаете, потому что пакуешься. Вон, видите что? Но это ещё не всё, это начало только. Вот. Мы её поставили на стол, она не такая большая. Просто у нас вот такой столик. Мы её взяли вот так, поставили. Вот. Под ёлочку поставила вот таких вот интересных, как их там, снеговичок, мандаринки и такую вот мешульку. Каждый год я их ставлю. У меня уже давно этот мешка. Ну, в общем, хотела немножко украсить, создать себе праздничный день, как бы праздничное настроение, потому что переезд с переездом, а хочется что-то красивого, праздничного и праздника. Вот. Там вот в баночку я уже сделала такие вот, как сказать, эти огоньки. Сейчас тоже хотела огонёчки сделать на ёлочку. Но ёлка шикарная. Кот мой ходит тут. Но они не трогали. Я думала, знаете, ночь ёлка не простоит. Она утром встанем, и она будет это уже лежать. Нет. Она так устойчиво стоит. А они к ней, честно говоря, даже и не подходят. Подошёл, понюхал, и всё. И всё. Ну, что ты, Барси? А? Ну, что ты? Иди, я тебя засниму. Иди, мой котик. Иди. Он ходит прям кругами, кругами. Так. Хочу немножко огонёчков. Не знаю. Может быть, сделаю игрушки. Ну, потом уже буду всё снимать и сразу в корзину. Так, знаете, как у нас, честно говоря, к Новому году ничего не получается переехать. Потому что у нас тут немножко проблемы, девчонки. Я не знаю, говорить это не говорить на ютубе. Но, в общем, нас очень подвели наши, которые у нас делают наши строители. Это отдельный разговор. Я всё-таки, наверное, поделюсь с вами. Потому что не могу молчать, знаете. Это мне как-то... Ну, что, Барсюль, что? Надо рассказать, наверное, легче будет. В общем, не доделали работу. Якобы, что не скажу, что они начинают... Это не входит. Это в оплату не входит. И потом, знаете, уже заплатили порядочно. И они, в общем, бросили. И теперь мы сами будем всё доделывать. Ну, там немножко нам осталось доделать. Я, конечно, вам подробно, конечно, расскажу это всё. Немножко осталось. Осталось на один раз побелить. То, что мы хотели, да. Вот этот цвет сделать. Потом осталось... У нас паркет, да. Мы покрасили его. И мы... Ещё надо лак сверху наносить. Такой зельбор у нас серебро. Такой пол будет серебряный. Ну, не серебряный, а как грау, да. Серый такой. И сверху надо такой лак наносить, как лак-юль называется. В общем, они тоже это не доделали. Полы, когда они чистили, там, в некоторых местах дырки в паркете, они тоже это не заделали. Хотя это уже обговаривалось всё. В общем, знаете, много что не сделали. Со стенами, конечно, тоже лажа там получилась. Ну, в общем, девчонки, одно расстройство с этим ремонтом. Мы уже думали, что к Новому году. Они, понимаете, в общем, нервы помотали. Я тоже, тут уже нервная такая стала с этим ремонтом. В общем, одни проблемы. Ну, и мы решили с моим мужем идти там это всё докрашивать на второй раз. Полы будем сами доделывать. Потом, что плитку на кухню они положили, но в одном месте не хватило плитки. И якобы мой муж поехал там, купил плитку. Я не знаю, видите, вот как всё без меня делается. А эта плитка немножко по цвету не идёт. Ну, ладно, я уже и с этим смирилась. Но они не сделали фугу, да. Теперь мне надо с мужем, с моим делать эту фугу. Ну, не знаю, я думаю, у нас получится. Вот, сделаем фугу сами, я думаю. Это ничего страшного. Вот. Ну, и помыть там потом всё надо. Да, потом нам мебель пришла, мебель надо установить. Но это у нас человек это будет делать. Но основную работу, да, многие, вот они должны были дверью нам установить. Якобы они говорят, вот нам некогда, мы уезжаем, мы не можем. Давайте мы потом приедем через полтора-два месяца, и мы вам будем доделать. Представляете, да? Это смешно, да. Я говорю, уже столько денег, я не буду говорить, сколько мы заплатили. Но каждый раз, когда мы что-то говорим, да, они, вот это не входит, это не входит, это мы так, не это. Мы ошибку большую сделали, знаете. Когда кто-то сразу обговаривает ремонт, сразу письменно надо это всё решать. Письменно заверять, потому что вот мы это не сделали, и теперь, ну, теперь, не теперь, а сейчас. Получается, когда что-то ты говоришь, что-то тебе надо, они говорят, вот, это они входят опять сюда, это дополнительная плата. И, как сказать, когда обговаривали ремонт, да, они сказали, делаем под ключ. Я спрашивала, как это под ключ? А, ну, короче, под ключ, сами знаете как. Значит, я и в моём понимании под ключ, это значит, знаете, это значит туда, ну, в общем, ты заходишь и живёшь, да, квартира у тебя уже сделанная. Но я каждый раз должна была им говорить, вот это, 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 как носом тыкать, это, знаете, это, ну, вообще просто, знаете, никуда не шло, да. И люди обижаются, психуют, вот это самый главный. Я не хотела его имя называть, но я скажу, его Григорий звать. Они откуда-то там с Украины, что ли, где-то, и говорит на молдавском, говорит на украинском, говорит на румынском. Там, короче, я хочу, чтобы вы знали, если, ребята, вы берёте кого-то, это надо, не знаю, нам вроде его посоветовали, там мой муж нашёл через кого-то его, не знаю. Ну, в общем, я вам скажу, сделали халявную работу, нам не понравилось, деньги заплаченные. Платила, конечно, я за проделанную работу, но когда мне что-то не нравилось, я говорила, они психовали, они говорили, или деньги вперёд, давайте деньги. Или мы закругляемся, забираем все наши инструменты и уходим, понимаете, вот такая вот эрунда. В общем, мы намучились, настрадались с ними, и в конце концов, всё, всё, они, не знаю, должны сейчас забрать всё. Но я вот боюсь, как бы там, в общем, они там ничего не наделали, конечно, я грех на душу не беру, я не буду ничего говорить. Но я верю, что люди порядочные, в общем, не могут они там что-то сделать, да, я надеюсь. Ну, если что-то, ну, есть для этого, и для них тоже, как сказать, чтобы они это знали. Если они будут смотреть моё видео, не знаю, будут они смотреть, не будут смотреть. В общем, тоже поставили там, когда начало только, да, у нас тут случилось горе такое, у моего мужа умер отец, мой муж попал в больницу, нам пришлось ремонт приостановить. В общем, было дело, да, я это не говорила никому. Ну, в общем, мы приостановили немножко, где-то месяц, наверное. Ну, в общем, они нам сильно растянули всё. Барсик, что ты ко мне лезешь? Сильно всё растянули, потом один парень приехал, они вообще хотели, чтобы он там жил. Я не согласилась, сказала нет, я должна была кушать делать, возить еду. Но я это не захотела делать, потому что мне это тоже, знаете, не надо бросать всё, готовить и без конца ездить на эту квартиру, это тоже дорога и всё. И вот это вот, ну, как бы, да, нам лучше заплатить, да, пускай они что хотят, то и делают, да. Вот, ну как, ничего хотят, конечно, но сами питаются, да, как хотят. Я деньги плачу за ремонт, и всё. Ну, и вот мальчика вот этого поставили, звать его Ерёма, тоже оттуда, откуда-то, с тех краёв, да. И он что там один, понимаете, пацан неопытный, знаете, нам его жалко было, мы его с собой брали и угощали, короче, ну, в общем, жалко было, да, как-то вот придёшь, смотришь, он один там работает, они его как бы бросили, что-то показали, что делать, ну и делай, да. Ну, он там наделал, короче, знаете, так, что наделал, что потом пришлось переделывать немножко. И теперь надо будет, вот, а теперь всё бросили, и теперь мы будем доделывать сами. Но я этого не боюсь, знаете, я ремонты делала когда-то много, и делала, и раньше с первым мужем жила, всегда делали ремонты, и в России делала ремонты, и здесь уже сколько. Я не боюсь этого, девчонки, не боюсь, конечно, уже у меня, мы не такие с мужем молодые, вот, но мы сделаем и доделаем, мы всё постараемся сделать, да, как мы хотим, вот. Ну, просто что мне не нравилось в последнее время, когда я что-то говорила, да, вот это не входит, это другая цена, вы мне это не говорили, а когда он спрашивал, да, ой, говорил мне, что это под ключ, я говорила, что сюда входит под ключ, а всё, что вы хотите, вот, что скажете, то и будем делать, да, ну, вот, пожалуйста, вот так вот у нас всё получилось. И теперь вот мы в дураках остались, я не знаю, ну, не в дураках, конечно, но, как сказать, будем сами дальше доделывать, но я думаю, что мы справимся, мы всё сделаем, да, вот, так что вот, девчонки, тому говорю, кто, если кто-то будет делать ремонт, сразу я хочу сказать, вы сразу пишите письменно всё, потому что вот мы не написали, не сделали, вот такая вот ерунда получается, не говорили, цена не входит, это другое совсем, в общем, в общем, одни проблемы, девочки, вот так. Вот наш переезд, хотели к Новому году, а теперь, дай Бог, чтобы вы в январе, ну, я надеюсь, в начале января, вот мы сейчас прям с мужем начнём усиленно там всё делать, вот, с выходных, наверное, прям на выходные пойдём и будем там всё делать, но там не так много осталось, я надеюсь, что мы справимся, вот, так что, вот, кот уже в коробке, уже в коробке, Барс, а, Барс, что ты там делаешь? Уже в коробке, испугался, не бойся, не бойся, я же тебя не трону. Так, ну что, я вот лампочки достала, вот такие, такие лампочки, хочу сейчас на ёлку сделать, достала вот такие вот тоже ёлки у меня есть красивые, в общем, хочу сделать праздник себе, успокоиться, не нервничать, знаете, всё на нервах, девочки, правда, вот, действительно, кто ремонт делал, тот знает, всё на нервах. Барсюль, вот, развалился, а, э, привет, малыш, да, красавчик наш, красавчик такой, голубоглазый, ой, в общем, устала, надо тут и вещи мы уже пакуем, коробки, и, в общем, это, и всё, вот это вот у нас сейчас, девочки, вот, ну, в общем, ну, что делать? У всех всё бывает в жизни, ничего страшного, справимся, через это пойти просто надо, конечно, ремонт непросто. Затраты очень большие, каждый день очень много, я говорю, жалели ребят, а вот так вот получается, они с нами, короче, не по-честному как-то поступают, и я не знаю, вот, красивая очень ёлка, вчера вечером принёс, прям, мне так она нравится, она такая пушистая, небольшая такая, видите, на столе просто стоит, ну, красивая, ну, нам сейчас и большую не надо, и самое главное, что коты её не трогают, абсолютно, подошли, понюхали, и всё, и всё, вот такая ёлочка, красавица, не знаю, я не буду, наверное, верхушку, ещё игрушек, может быть, прикупить сюда каких-нибудь красивых, в общем, с огоньками потом вам покажем. Ну, вот, ёлочку преобразила, чуть-то редела в огонёчки, коробки туда дальше сдвинула все, сейчас немножечко, может, игрушек повешу, не знаю. Такая ёлочка у нас будет, вот внизу, вот так вот наставила красоту. Ёлочки вот такие, они из керамики, мандаринки, а как же, Новый год без мандаринок, Рождество. Вот, ёлка красивая, такие ветки красивые, это настоящая ёлка. Конечно, хотелось бы во весь рост её, но в следующий раз я в квартире буду, конечно, делать так. Сейчас уже не до этого, и так уже всё, всё надо паковать, собирать, в общем, проделывать ремонт. Вот, время не хватает, катастрофически не хватает времени. Так, покажу сейчас вам игрушки, не знаю, буду делать, не буду, но покажу. Ёлка красивая. Так, 그럼 ваша, в June. В köchа. В П hah? В funding. П ! В. 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 Продолжение следует...